ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕСА 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 ТРОПИЧЕСКИ 및 ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕСА В жизни всей этой экосистемы участвуют даже такие малютки, как эти муравьи-листорезы. Эти создания – большие и крошечные, яркие и неприметные. Все уникальны. Джунгли весьма впечатляют, потому что кипят жизнью, несмотря на сложные климатические условия, а может, и благодаря им. А еще они восхищают прелестью и богатством красок. И люди здесь живут в гармонии с природой. Они уважают ее и при этом пользуются всеми богатствами, которые она им дает. Заросли джунгли и кажутся непроходимой стеной растительности, которая внушает людям почтительный трепет. И, несомненно, это мир, где царят контрасты. Из-за особого климата деревья в сельве растут практически на глазах. На каждый квадратный метр здесь приходится от 2 до 4 кубических метров осадков, что в год составляет примерно 10 кубометров. Средняя температура в сельве около 25 градусов Цельсия, следовательно, тут практически всегда тепло. Осадки, которые выпадают тут круглый год, особенно усиливаются осенью и весной. Эти сезоны называют дождливыми. В это время влаги здесь так много, что она не успевает полностью испаряться. Говоря о сложности климатических условий в сельве, мы имели в виду именно эту перенасыщенность воздуха влагой. Большее или меньшее количество осадков – единственное основание для разграничения здесь сезонов. Климат тут всегда теплый, и привычного нам чередования жары и холода в течение года не происходит. Растительность влажных джунглей распределяется по нескольким ярусам. Верхний ярус составляют очень высокие, отдельно стоящие деревья, достигающие 60 метров в высоту. Следующий ярус – куполообразные деревья высотой от 15 до 45 метров. Плотно сомкнутые листья практически не пропускают солнечный свет к более нижним ярусам, поэтому внизу приживаются тенелюбивые растения. Большинство деревьев здесь находятся на стадии рассады, молодой поросли, до тех пор, пока не получают возможность вырасти. Например, когда какое-нибудь высокое старое дерево не упадет, открыв путь солнечным лучам. Иногда в сельве становится очень шумно. Например, когда стая попугаев-амазонов начинает шуршать листьями в поисках еды. Но это все там, в вышине. На нижних ярусах леса, где солнечный свет – редкий гость, нет ни громких звуков, ни разнообразия растительности. Настоящее же буйство зелени можно увидеть на берегах рек, или на верхушках деревьев, где и живет почти вся местная фауна. Кажется, что ни одно растение здесь не похоже на другое. На одном гектаре джунглей свыше тысячи различных видов растений. Вид свершин деревьев поистине уникален. Куда ни глянь, везде джунгли. Сельва отличает не только богатство видов и их красота, но и разнообразие функций. Система джунглей – не только источник питания, воды и лекарств, но и климатический регулятор. Джунгли не только дают материал для нашей фармацевтической промышленности, но и служат легкими планетами. Они поглощают огромное количество углекислого газа, что уменьшает глобальное потепление, которое началось из-за антропогенной деятельности. Уже тот факт, что большинство видов местных растений и животных еще не изучены, и даже не открыты, говорит об их невероятном многообразии. Здешняя природа не поскупилась на формы и краски, представленные, к примеру, на крыльях местных бабочек. В Сельвиях около 180 тысяч видов, и каждый год открывают 700 новых. Эта Адельфоцитера относится к бабочкам семейства Нимфолид, как эта бабочка-сова. Нет никаких сомнений, что она принадлежит к Нимфолидам. Достаточно посмотреть на ее восхитительный узор. Раскраска на другой стороне крыльев помогает ей маскироваться. Когда бабочка отдыхает, сложив крылья, ее невозможно отличить от древесной коры. Наружная часть крыльев, напротив, окрашена обычно более ярко. По этому же принципу окрашены крылья одной из самых крупных бабочек Сельвы – голубой Морфо. Верхняя часть ее крыльев имеет насыщенный цвет – голубой металлик. Этот яркий окрас предупреждает хищников о том, что она ядовита. Иногда скрещиваются бабочки разных цветов, как, например, эти Дорис Лонгвин. В результате часто получается новый вид, что не облегчает процесс исследования. Бабочка Тигровый Лонгвин имеет очень долгую, по сравнению с другими бабочками, продолжительность жизни – более 9 месяцев. И достаточно долгий период превращения во взрослую особь. Маленьким животным, насекомым и амфибиям легче приспосабливаться и существовать в Сельве. Чем животное крупнее, тем труднее ему находить подходящую пищу. Поэтому в джунглях они встречаются значительно реже. Из-за постоянной темноты в нижнем ярусе джунглей практически нет пищи для относительно крупных млекопитающих. Поэтому здесь нет большого разнообразия их видов. Да и живут они достаточно далеко друг от друга. Одно из таких нетребовательных животных – пекари. Их название происходит из языка бразильского племени Тупи и означает «животное, которое протаптывает в лесу множество тропинок». Этих ошейниковых пекари легко узнать по беловатому воротнику на загривке и плечах. Эти свиньи Нового Света достигают в длину 1 метра и весят около 30 килограммов. Чаще всего они живут в стаде из 5-15 особей. Так им проще защищаться в случае нападения крупного хищника типа ягуара. Пекари обитают в основном в Южной и Центральной Америке. Они раскапывают корешки и клубни, поедают траву, молодую поросль, маленьких животных, яйца и фрукты. Иногда дикие пекари приходят поживиться на возделанные местными жителями поля. Хотя формой тела и пятачками они очень похожи на свиней, у этих животных есть ряд отличий, на основании которых их выделяют в отдельное семейство. Например, у них длинные и тонкие конечности. Благодаря своей силе и кинжалообразным клыкам они представляют опасность даже для своих извечных врагов, ягуаров и пун. Мясо этих зверей особенно любят индейцы. А выделанная шкура пекари известна как чрезвычайно мягкий, прочный и теплый материал. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Перед нами тапир. Тапиры – самые крупные млекопитающие в джунглях Южной Америки. Длина их туловища от головы до хвоста порядка 2,5 метров. Поэтому они даже длиннее ягуаров. Хотя тапир выглядит скорее как свинья, биологически он все же ближе к лошадям и носорогам. Тапиры относятся к непарнокопытным, то есть в отличие от парнокопытных, у них нечетное число пальцев. Их самая яркая отличительная черта – хоботок, сформированный одновременно носом и верхней губой. Этот хобот нужен не только для того, чтобы хватать им растения и листья. Это еще и прекрасный орган обоняния. С его помощью тапиры распознают, какое растение в джунглях можно есть, а какое содержит яд. способность к такому различию жизненно необходима здесь, ведь многие растения сельвы стали ядовитыми в целях собственной защиты. Субтитры создавал DimaTorzok Тапиры – животные ночные. Днем они отдыхают в густых зарослях, а ночью выходят на поиски пищи. Для этого они тщательно обнюхивают землю своим хоботом. Но они еще и очень хорошо плавают, любят погружаться в воду и валяться в лужах. Обычно тапиры очень пугливы и осторожны, и, почуяв опасность, спасаются бегством или уплывают. Однако, когда это необходимо, могут и постоять за себя. Тапиры живут поодиночке и становятся агрессивными, когда на их территории появляется сородич. Только в брачные периоды самцы и самки ненадолго сходятся. Беременность тапиров длится около года. Затем еще год самка находится рядом с детенышем, пока он не становится самостоятельным окончательно. КОНЕЦ КОНЕЦ Самые крупные кошки влажных джунглей – ягуары и леопарды. Леопарды живут в Африке и Азии, а ягуары – исключительно на американском континенте. Ягуар очень похож на леопарда. Шкуры обоих покрыты характерными пятнами. Пятна эти имитируют игру света на земле, когда он проходит сквозь листву деревьев, что служит маскировкой, когда хищник лежит, поджидая добычу. КОНЕЦ Ягуары живут поодиночке и ревностно охраняют свои охотничьи угодья, которые занимают площадь от 25 до 150 квадратных километров. На своей территории они терпят только партнера в брачный период. Несмотря на мощное телосложение, они хорошо лазают по деревьям и прекрасно плавают. Хотя ягуары – животные дневные, около половины светового дня они отдыхают, как мы видим это сейчас. Во время охоты они подкрадываются к добыче, затем быстро набрасываются на нее и убивают своими острыми клыками. В меню ягуаров входят все млекопитающие сельвы, а также рыба и кайманы. КОНЕЦ В связи с тем, что на Земле выжить трудно, некоторые млекопитающие забираются в верхние ярусы джунглей и обитают там. Из млекопитающих больше всего в лиственной кроне сельвы выделяются обезьяны. У многих из них зачастую есть дополнительные приспособления для лазания, помимо ног и рук. Их хвосты. Большая часть обезьян травоядные, как и эти ревуны. Они сравнительно небольшие и легко помещаются на ветках. Гельдьевые мармозетки представители семейства игрунковых приматов. Эти обезьяны всеядные, хотя большей частью питаются фруктами, нектаром и насекомыми. Гельдьевые мармозетки очень маленькие, размер их туловища чуть больше 20 сантиметров, однако хвост их имеет примерно ту же длину. Они живут небольшими группами, прекрасно лазают по деревьям и прыгают на расстояние до 4 метров. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Паукообразные обезьяны относятся к семейству капуцинов. Иногда вместе с ревунами их выделяют в особое семейство. Как видно, точная классификация еще не до конца разработана. Помимо ревунов и каатов, к паукообразным обезьянам относят мириков или брахителесов. Эти приматы ведут дневной образ жизни, прекрасно лазают по деревьям и чрезвычайно редко спускаются на землю. Впрочем, несмотря на свою ловкость, паукообразные обезьяны иногда падают, когда хватаются за надломленную ветку или если их случайно сносят внезапным порывом ветра. Однако переломы рук и ног, которые они при этом получают, заживают достаточно быстро. КОНЕЦ Паукообразные обезьяны чаще всего живут группами до 100 особей, как самцов, так и самок. Иногда они разделяются на более мелкие подгруппы, если отправляются на поиски пищи. Зачастую группа занимает и контролирует какую-то определенную большую территорию. Но обычно несколько стай сосуществуют мирно. И в пределах группы, по сравнению с другими приматами, эти обезьяны также живут вполне спокойно и признаков агрессии не проявляют. КОНЕЦ Важную роль играет общение посредством громких криков. Так разные группы сообщают друг другу о своем местонахождении в избежании конфликтов, а члены одной группы узнают о передвижениях соплеменников. Особенно это касается ревунов, которые наделены увеличенной подъязычной костью и щитовидным хрящом для более громкого крика. КОНЕЦ КОНЕЦ Уровень рождаемости среди паукообразных обезьян традиционно очень мал. Детеныши у самок рождаются только раз в несколько лет. Беременность длится от 6 до 8 месяцев. Как правило, вынашивается только один детеныш. Выращивание потомства – забота самок. Через 1-2 года малыш перестает питаться молоком матери. Паукообразные обезьяны живут достаточно долго, иногда несколько десятилетий. КОНЕЦ Саковые обезьяны относятся к отряду широконосых. Несомненно, это ближайшие родственники паукообразных обезьян. Эти приматы, размер которых колеблется от маленького до среднего, живут на севере и в центре Южной Америки. Саковые полностью покрыты шерстью, а хвост у них длинный, но не цепкий. Им они не хватаются за ветки. Он нужен лишь для удержания равновесия. КОНЕЦ 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 Мерики, которые относятся к паукообразным шерстистым обезьянам, находятся под угрозой исчезновения. Род делится на два вида. Северные паукообразные шерстистые и южные паукообразные шерстистые. А просто паукообразные обезьяны – совершенно другой тип приматов. Шерстистые паукообразные имеют длину около 80 см. Они самые крупные из обезьян Нового Света и самые миролюбивые. В их группах конфликты возникают редко. Однако само существование этого вида в большой опасности. КОНЕЦ Здесь можно наблюдать обезьян Саймири, которые проворно скачут по деревьям. КОНЕЦ С некоторых языков название этих приматов переводится как «мёртвая голова», из-за окрасы их головы, напоминающего череп. Саймири – животные дневные и живут на деревьях, но населяют более низкие ярусы. Они передвигаются на четырёх конечностях, а хвост используют для поддержания равновесия и двигаются при этом очень ловко и проворно. Иногда Саймири называют ещё беличьей обезьяной за её быстрые движения. КОНЕЦ Брачный период Саймири регулярный и очень короткий. Его характерной особенностью является то, что самцы в это время становятся гораздо более агрессивными и прибавляют около 20% веса. Такая прибавка делает их особенно привлекательными для самок, которые выбирают отцов своего будущего потомства как раз из числа самых упитанных. Период беременности Саймири длится от 5 до 6 месяцев. Процесс родов, как правило, синхронизирован у всех самок в группе, так что все детёныши рождаются практически сразу. Малыши весят около 100 граммов. Это довольно много, учитывая тот факт, что взрослая особь весит примерно килограмм. За детёнышами присматривают матери и другие самки группы. Самцы этим не занимаются совсем. Обезьяны Саймири питаются в основном насекомыми и фруктами, в зависимости от сезона. Охота на насекомых занимает практически весь день. Кроме того, они едят нектар, цветы, бутоны, листья и другие части растений, а также яйца и маленьких беспозвоночных. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте полюбуемся на этих беличьих обезьян. Смотрите, как легко и непринуждённо они скачут по своему головокружительному царству высоты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вот животное, которое совершенно не оправдывает своё название. Этот ленивец необычайно активен. Большую часть жизни они висят на ветках, цепляясь за них своими длинными лапами. Они могут часами оставаться в одном положении, не меняя позы. У данных млекопитающих, которых относят одновременно к муравьедовым и броненосцам, сравнительно длинная шея, которая может поворачиваться на 270 градусов. В густой длинной шерсти их живут цианобактерии или сине-зелёные водоросли, придающие меху ленивцев зеленоватый оттенок, благодаря которому им легко прятаться в джунглях. Благодаря высокой влажности в сельве встречаются такие животные, которые обычно водятся только в воде. На стволы деревьев, растущих далеко от водоёмов, здесь карабкаются жабы и лягушки самых разных цветов. Перед вами литория малютка. Эта лягушка семейства древолазов чаще всего встречается в Центральной Америке. Её яркий окрас отпугивает хищников, так как кожа литории содержит яд. И если дотронуться до неё, это ведёт к параличу и даже смерти. Можно отчётливо увидеть очень небольшой размер этих литорий по сравнению с мухами и гусеницами. Часто для того, чтобы отложить икринки, самым маленьким из этих лягушек достаточно одной единственной капельки воды или чашечки цветка бромелии, заполненного росой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этой муравьиной магистрали Часпик. Перед нами муравьи-листорезы. Они аккуратно вырезают кусочки листьев и несут в муравейник. Эти насекомые перерабатывают примерно одну пятую всех листьев сельвы, обеспечивая круговорот минералов. Муравьи обгрызают ядовитые листья своими челюстями, а потом пережёвывают и формируют из них однородную массу. Она служит для питания грибков, которые перерабатывают её в богатые полезными элементами корнеплоды. Последние, в свою очередь, используют для еды муравьи и другие обитатели сельвы. Влажные тропические леса полностью определяют жизнь туземцев Южной Америки, Африки и Азии. Эта семья пригласила нас взглянуть на свой быт, на то, как они используют дары сельвы и как противостоят некоторым её опасностям. Мы окунёмся в их культуру, обряды, фольклор. Опыт взаимодействия с живой природой накапливал саутуземцев многие поколения. Они понимают, что природа и человек зависят друг от друга. Местные жители защищают разнообразие видов в сельве. В южноамериканских тропических лесах в полной гармонии с природой живёт около 150 различных племён, всего около 1 миллиона человек. Среди них есть и те, кто совершенно изолирован от цивилизации и сознательно не идёт на контакт с внешним, глобализированным миром. Растения и животные для туземцев важны и в бытовом, и в религиозном смыслах. Некоторые растения употребляют в пищу или используют как материал для домов и предметов первой необходимости. Другие содержат естественные красители, целебные вещества или яды, которые используют для охоты. Жители сельвы вполне самодостаточны и живут благодаря охоте, собирательству, рыбалке и земледелию. Растения они выращивают, как правило, в тех местах, где сельва недавно выгорела. При этом применяется традиционное смешанное земледелие, то есть на одном поле возделывают несколько культур. Поля эти, однако, туземцы используют недолго, в период, когда не могут прокормиться собирательством, а затем снова оставляют их в запустении. Простые, но чрезвычайно эффективные капканы поставили для того, чтобы защитить урожай. Но они также используются для охоты и защиты хижин от диких животных. Продолжение следует... Считается, что шаманы поддерживают духовную связь между растениями и животными. При помощи особых напевов и ритуальных танцев шаманы пытаются войти в транс, чтобы установить контакт с потусторонним миром, богов и духов, а также с предками. В зависимости от ситуации применяются разные средства. Сожжение благовоний, или, как сейчас, ритмические удары определенными растениями, призванные усилить магические формулы и оградить себя и всех членов племени от бед. Сожжение благовоний, или, как сейчас, Музыка, чрезвычайно важная часть жизни аборигенов. Тексты их песен выражают мечты и надежды, служат средством передачи опыта и религиозных традиций. Геликония, известная также как геликония попугайная, несомненно, одно из самых красивых тропических растений из-за своих потрясающих цветков, напоминающих клювики. Цветки эти опыляют калибри, бабочки и даже летучие мыши. Многие растения в сельве растут не поодиночке. С ними соседствуют так называемые эпифиты, растения-душители и лианы. Цель у них одна. Им нужен свет. А высокие деревья в такой чаще – единственный путь к нему. Лианы поднимаются по деревьям от земли, а растения-душители спускаются с верхушки к земле. Когда-то какая-то птица занесла зернышко в дупло этой бенгальской смоковницы. Оно проросло и пустило мощные корни, которые плотно оплели ствол. И, может быть, со временем даже погубят дерево. На более высоких ярусах леса многие растения являются эпифитами, то есть буквально растут на деревьях. Они используют своих хозяев, чтобы с их помощью подобраться поближе к свету, поскольку на нижних ярусах джунглей его слишком мало. Но эпифиты – это не паразиты. Они не получают от своих хозяев питательных веществ. Впрочем, этот древесный мох невольно паразитирует, так как грибки, растущие на нем, питаются именно за счет дерева хозяина. В то же время грибки, точнее, сам мох, защищают дерево от высыхания. Таким образом возникает взаимовыгодный симбиоз. Субтитры создавал DimaTorzok Висящие цветки этой бругмансии, известные также как ангельские трубы, могут достигать 50 сантиметров в длину. Этим тенелюбивым растениям необходимо тепло и полная защищенность. Но красота их обманчива. Цветы ангельских труб содержат ядовитые алкалоиды. Сельва – настоящий рай для огромного количества различных живых организмов. В процессе эволюции растения и животные приспособились друг к другу и теперь функционируют как единая система. И до сих пор ученым известна лишь малая ее часть. Но в то время, как кто-то стремится понять эту систему, другие изо всех сил пытаются ее разрушить. Сотни тысяч живых организмов, которые сделали Землю такой, какая она есть, даже не успели открыть. Все, что нам остается, лишь надеяться, что наука и здравый смысл одержат победу над жаждой наживы и уничтожения, до того, как будет слишком поздно спасать это тонкое, хрупкое произведение искусства, созданное природой. Очарование тропического леса. Режиссеры Тима Мэйер и Бенджамин Ичер. Продюсер Амир Асади. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин